здравствуйте друзья хотел показать вам дорогу это технически мы движемся по хайвею номер 80 который в данном случае вот движется от сакраменто в сторону сан-франциско но вообще если поехать в обратную сторону то мы далеко можем по нему уехать к озеру тахо рина там где у нас и горные там дела и так далее но вот небольшой участок дороги между сакраменто и сан-франциско относительно небольшой мы не проедем полностью весь этот путь потому что мы мы не едем сан-франциско мы возвращаемся домой поэтому мы разве свернем с этой дороги но мне хотелось дать вам представление о том что такое окрестности сакраменто и вот тут я не знаю наверное не очень видно вам тут такая местность как бы степная но слева и справа много садов но фруктовых естественно значит дальше там какие-то горы впереди немножко вы видите они небольшие здесь еще временами довольно много пасущихся коробок ну вот да вот мы как раз сейчас проезжаем сады вот посмотрите вот это сады давайте я вам так лучше видно а маленькие деревца смотри свет да такое ощущение что они достаточно молодые а может быть и карликовые а трудно собирать плоды например с высоких деревьев там со стремянками ходить знаете как бывает вот такие тут сады и сады и сады нельзя сказать что им воды не хватает я бы так не сказал то есть явно там все это довольно зелененько мы не знаем как поливается то есть там может быть точечно но по всяком случае вы знаете что калифорния это очень такой сельскохозяйственный штат производит очень много фруктов и не только даже рис выращивается вроде воды не хватает они норовят много риса выращивать вот общее такое впечатление вообще почти вся калифорния вот такая как мы сейчас видим если уехать из кремниевый талии да вот все вот такое а плоская степное есть конечно есть гористая часть корефорния безусловно вот степная часть вот так выглядит и со всех сторон будут поля 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 трактора 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 колхозники 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 да в отличие от тех колхозников которых мы с тобой света помню эти говорят по-испански то есть владеют иностранными языками относительно русского что еще сказать можно вот про эту местность тут подешевле ну то есть как бы существенно подешевле и жилье и даже вот когда вы идете покупать что-нибудь автомобиль из дорогого или например тут могут быть громадные шоппинг плазы с какими-то аутлетами большущими и там ну может быть такой серьезный более чем серьезный такой шоппинг и люди съезжаются с больших там территорий вот мы как раз сейчас проезжаем слева шоппинг плазу может быть не такую большую вот я не уверен что я вам покажу большую потому что нет такой задачи показать весь маршрут я в принципе доволен тем что мы сейчас видим вот так вот пожалуйста вот мы едем в принципе в сторону океана да поскольку сакраменто находится немножко в стороне от океана а мы из степного сакраменто предгорного степного сакраменто движемся в сторону океанического сан-франциско а вот слева как раз я вам обещал там шопинг-моллы пожалуйста вот это шопинг-моллы и большие плазы и там много 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 всего не знаю что вы там видите это отдельный вопрос но вот оно так расположено как бы земля вдоль хайвеев в общем то бросовая в таких местах ничего не стоит поэтому здесь удобно строить большие шопинг-моллы особенно возле такого хайвея мощного как этот здесь большое движение если бы мы попытались по нему поехать в сан-франциско нас ожидал бы очень неприятный сюрприз последние миль там 7 8 а может быть и 10 на подъезде к сан-франциско мы бы двигались со скоростью пешехода поскольку там пробки связано с мостом там разными делами пропускные пропускной способностью а вот смотрите справа тоже вот очень и очень миленько и очень так по калифорнийски вот это типичный такой пейзаж я думаю что если вы смотрите блогеров которые на траках ездят на сейчас много есть ребят тракеров которые так по дороге чем рассказывают вот вывод такого должны были бы много насмотреться это все очень типично ну для калифорнии так точно безусловно разные штаты имеют разную такую картинку что и так можно сказать из окна автомобиля траков вот я уже чувствую мне сейчас скажут опять что это у вас сюжет какой-то ни о чем не о чем 15 минут слушал ни о чем только время зря потратил мне это напоминает у райкина была такая что вот какой народ пошел говорит несознательный стояла значит там цистерна с бензином играть крантики там не закрутили текло текло два часа стоял смотрел ни один человек не подошел не закрутил крантик так весь бензин из цистерны вытек вот так что вот они тоже 15 минут смотрели и не поняли что ни о чем это ж надо сколько времени смотреть чтобы понять а это тоже вот справа такое знак который говорит что там вот есть плаза на плазе есть какие-то замечательные там магазины а вот слева тоже смотрите это все знаки таких торговый шоппинг-плаз там они слева и цветочки красиво растут цвет что скажешь цветочки хорошо хорошо они чего глазеть по сторонам вот нюхать цветочки и вот справа опять смотрите смотрите справа как ни о чем ты не понимаешь люди которые ищут информацию расскажут тебе после этого видео все о жизни в соединенных штатах мне один человек говорит вы пока от работы до дома или там в ту сторону доедете а речь шла о том что я не агитирую за иммиграцию я просто отвечаю на вопросы тех кому кому интересно то есть я не задача их агитировать и он мне говорит ладно кит вам выдумывать не агитирует он вот пока кит доедете от работы до дома гает посмотрите на дороге творится уже хочется иммигрировать то есть как бы я да не намеренно не не намеренно агитирую за иммиграцию путем показывания ландшафтов и качество дорожного покрытия которые на самом деле здесь хорошая но не далеко не всюду такое хорошее как здесь мы когда из сакрамента выезжали я даже думал вот в таком месте и снимать даже неприлично какая-то дорога побитая но мы че тут да мы редко здесь ездим я думаю что даже не раз в год а так но иногда ездим в этом есть какая-то своя такая знаете приятность приятность баба мере того как мы будем приближаться к сан-франциско плотность всяких шоппинг плац интенсивность этого видеоряда который будет открываться справа слева нет нет не собираюсь я так просто я рассказываю она будет очень сильно насыщаться меняться о коровке коровки коровки видала надо сказать друзья что в калифорнии коровы какие-то такое ощущение что прям как специально кто-то породистых собирал такие породистые мордаты это не коровы это тяжелые бомбардировщики понимаете только они вместо вот ну обычно о чем бомбардировщики несут у них молоко вот вся разница такие громадные добродушные вот там слева тоже лужаечки и там тоже коровки а вот если вы посмотрите чуть вправо вот там на холме далеко далеко на лугу пасутся козы а и вот еще нет не козы и справа тут со всех сторон такое бывайте друзья вот она страна непобедимая с такими коровами с такими садами так они быстро ходят так ходят уже кушать хотят травку кушают вот она вот она непобедимая калифорния ну что наверное мы прервемся в данный момент и где-нибудь на более живописной дороге друзья мы находимся на другом фривей он такой небольшой в смысле две полосы всего не широкий называется он точнее номер у него 680 вот этот 680 фривей он если с него никуда не сворачивать придет прямо в кремниевую долину туда в сан-хосе вот но тут тоже местность довольно живописная холмистая здесь строится сейчас много всякого жилья на этом хайвее находится город конкорд мы через него будем ехать который в общем такой ну намного дешевле чем то что в долине и там тоже много работы вполне то есть смысле найма эта часть кремниевой долины вполне такая органичная вот но это немножко все-таки другой мир вот ой как смотрите тут нас слева чего творится такое вот немножко другой мир если трафика нет сюда можно доехать например из того же маунтин вью там или сани вейла ну что нибудь там за час 15 вот то место где мы сейчас там за час 15 а до конкорда например там за час можно доехать есть такие города как волнут крик близ антон вот это все вот в эту сторону вот они тут вокруг накиданы ну там там много работы в общем то там неплохо там подешевле там хорошие школы но может быть не в конкорде но вот волнут крик и в приз антоне очень хорошие школы вот а в случае чего значит без трафика сел в автомобиль через час в кремниевой долине а с трафиком можете два то есть тут знаете как трафик здесь в общем-то обычное дело просто мы едем сейчас в полдень 12 часов там с копеечкой 12 20 и это четверг вот может быть уже основной трафик сегодня прошел уже с утра но часа через два-три вот начиная с трех часов это с гарантией уже начинается такое проблемное движение вот немножко дымка такая туманная сегодня и вам наверное не очень видно горы которые слева так там присутствуют ну горы не такие горы что альпы а так называется кордильеры или анды вот это их так сказать самое предгорье самое начало вот там слева да а шо нам альпы у нас свои кордильеры есть скажи свет вот видите это залив вот там водичка если вам видно водичку эта часть вот этого вот залива сан-франциско бэй он громадный как я не знаю что на самом деле вот и судоходные там какие-то происходит какое движение такого водного транспорта происходит что-то грузит разгружают там всегда что-то делается вот впереди у нас еще мост я не уверен что с моста там здорово видно что там пониже но вообще мост живописный такой высокий большой крутой а тут у нас слева какая-то вот шоппинг-плаза видите это магазинчики там прячутся и вот их название видны но может быть вы немножко сбоку так смотрите это большая шоппинг-плаза в степи вот она слева так мы приближаемся к мосту давайте я пока отключусь а на мост заедем я снова включу вот вы видите друзья впереди мост да чуть левее там старый был мост а это новый мост ну я не знаю как как сделать лучше камеру но вот так может быть так лучше это саграминта рива это это залив все это не рива это залив река впадает залив это правда мы примерно в этом месте света однажды плавали на этом на плавучем доме когда пошли оседра рыбачить закончилось это для нас не уловом а эвакуации вот такая значит красота там что-то индустриальное впереди смотри прямо как из гиперболуи до инженера гарина что-то там такое да ну вот они загрязняют наверное да населенные пункт который мы проезжаем я так плачу это пениша а тут пениша валеха это два тут есть мартины с вот тут рядышком тоже вот есть такие места они они совсем дешевые по сравнению с тем что вот 10 силиконвала и представляет ну потому что это достаточно далеко от силиконвала здесь намного намного дешевле здесь даже например есть места где полным полно стоит мобил хоумов там то есть чтобы еще подешевле и так далее здесь недорого вот собственно и все и нет больше моста друзья а есть просто хайвэй 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 номер шестьсот восемьдесят ой-вэй ой-вэй так вот и едем интересно что это за резервуары такие жоптые такое ощущение что в них что-то должно храниться там может быть нефть какая-нибудь или жидкий газ скажи я не знаю друзья те из вас кто догадывается поделитесь с нами соображениями что же может быть в этих резервуарах да на какой круглый холм прямо как здесь прям даже не знаю а твой да жить на таком не станешь коров пасти они там устанут сходить сверх вниз вот даже не знаю что сказать ладно значит как подъедем к чему чему-нибудь живописному я тогда снова включусь а пока что мы делаем перерыв да друзья буквально вот пять минут разницы и дикая степь превращается в город в город конкорд по которым мы сейчас с вами движемся вот смотрите это с дороги так представляете а если с дороги съехать и там начать по переулочкам будет еще более замечательный вид давайте можно сказать полюбуемся да дальше городок у нас pleasant hill если бы вот вышли бы на следующем экзите то попали бы прям в даунтаун этого pleasant hill но это был как бы придуманный город напольте они черно-белые цветные фильм потрясающего вот так и назывался плазин вилда друзья кто не видел фильма pleasant will обязательно посмотрите фильм потрясающий но не то что ностальгический но он он со смыслом артисты прекрасный то вообще классный смотришь можешь нам самим еще раз присмотреть запросто пересмотрим да мы можем в карпульной полосе вот видите слева проходят табличка написано карпул два человека или больше персов и такой ромбик нарисован на дороге это значит карпульная полоса время написано с пяти до девяти с трех до семи сейчас любой может значит я просто хотел рассказать про смысл карпульной полосы значит ромбик на дороге показывает что полоса карпульная а значок слева объясняет кому можно и когда можно вот если вы допустим ехали бы на работу в час пик или с работы ведь они как определяют с трех до семи вечера понимаете с трех до семи вечера уже в пробке поэтому если вас машине больше одного человека вы можете поехать вот в этой левой полосе соответственно вам льгота за то что вы не один да есть такие места где у мостов большие очереди за исключением те кто в карпульной полосе могут мост пересечь и там есть площадочки вот частенько где люди желающие на ту сторону значит стоят и если вы едете один можете кого-нибудь прихватить с собой и махнуть через мост в карпульной полосе сэкономить там 20-30 минут в час пик может быть большим может быть большим да смотри прямо небоскребами не назовешь а так ничего вроде такие вот такая жизнь насыщенная как она есть да ну вот какая есть насыщенная такая есть мы от вас не скрываем да если кто-то друзья посмотрев наше видео смотрите впереди какой империализм там возникает если кто-то из вас понял что хочет эмигрировать вы напишите в комментариях чтоб хоть мы знали а то знаете мы так просто болтаем ни о чем а тут вдруг раз человек послушал посмотрел и понял что он давно является частью вот именно этих мест а не каких-то других пожалуйста вы тогда нам дайте знать вот а если кто-то передумал эмигрировать тоже напишите тоже напишите я тогда буду вас приводить в пример того что мы не агитируем а даже наоборот разубеждаем своими значит сюжетами кто-то посмотрит скажет да я чтоб я вот в таком трафике да там знаете как у Маяковского говорит я лучше там дядям в ресторане буду подавать ананасовую воду вот и подают вот пожалуйста да я думаю сейчас Маяковский как Волга никто не знает куда впадает вот и Маяковского тоже сейчас в школе наверно не учит вот а мы представляете изучали на память до сих пор вот уже прошло там господи боже мой там 50 лет прошло а мы все помним что Света ты помнишь что что Маяковского ну я не знаю так сильно они увлекают партия и Ленин близнецы и братья кто более матери истории ценит мы говорим Ленин подразумеваем партия мы говорим партия подразумеваем Ленин следом но что надо сказать до сих пор осталось говорят одно подразумевают другое до сих пор до сих пор ну что мы стены показываем стена стена кстати непростая стена звукопоглощающая то есть то что там за ней находится там значительно ниже уровень шума чем если бы забор был обыкновенный я уж не говорю там из прутьев но даже просто глухой но вот не из специального камня было бы намного полный внутри полный ну мы не знаем как это сделано тут ведь кроме шума на самом деле еще пыль тоже правда хайвей поднимает много не знаю какая то пыль от хайвей ну послушай ну пыль она колесами взбивает ну где то есть пыль тут ну я может и не вижу но если вот за какое то время ну пыль была бы если бы никто не ездил с ним ездит какая то пыль не стоит садиться ну не знаю мне кажется что как то все это должно перри как перебрасываться на окружающие там выхлопные газы жилье выхлопные газы да ну что друзья ладно значит если что-нибудь еще достойное вашего обзора обнаружится по дороге я тогда снова включусь ну что же друзья в нашем обзоре тут местных хайвеев фривеев мы продолжаем двигаться к цели и в данный момент мы едем по такому не самому главному фривеечку под названием 237 уходим да 237 и 237 мы сейчас некоторыми такими телодвижениями переберемся я надеюсь на 101 я не уверен нет уже не пойдем да значит подожди а матильда нам зачем то есть мы больше по фривеям не гуляем вот друзья значит история с фривеями закончилась мы ушли с фривеев и теперь будем двигаться по городским улицам это Mountain View где мы нет ну неважно все ребят я заканчиваю наш репортаж до скорых встреч на других видео на других темах